Я волшебник Мужик, медведь и лиса. Русская сказка. Пахал мужик Ниву, пришел к нему медведь и говорит, мужик, я тебя сломаю. Нет, не замай, я вот сею репу, себе возьму хоть корешки, а тебе отдам вершки. Быть так, сказал медведь, а коли обманешь, так в лес по дрова, ко мне хоть не езди, сказал и ушел в Дуброву. Пришло время, мужик репу копает, а медведь из Дубровы вылезает. Ну, мужик, давай делить. Ладно, медведюшка, давай я привезу тебе вершки и отвез ему ввоз ботвы. Медведь остался доволен честным разделом. Вот мужик наклал в свою репу навоз и повез в город продавать, а навстречу ему медведь. Мужик, куда ты едешь? А вот медведюшка, еду в город корешки продавать. Дай-ка попробовать, каков корешок. Мужик дал ему репу, медведь как съел, а-а-а, заревел. Ты меня обманул, мужик, корешки твои сладенькие. Теперь не езжай ко мне по дрова, а то задеру. Мужик воротился из города и боится ехать в лес. Пожег и полочки, и лавочки, и кадочки наконец. Делать нечего, надо в лес ехать. Въезжает потихонечку. Откуда ни возьмись, бежит лисица. Что ты, мужичок, спрашивает она, так тихо бредешь. Боюсь медведя, сердит на меня, обещал задрать. Не бойся, медведя, руби дрова, а я стану порскать. Коли медведь спросит, что такое, скажи, ловят волков и медведей. Мужик принялся рубить. Глядь, а медведь бежит и мужику кричит. Эй, старик, что это за крик? Волков ловят, да медведей. Ох, мужичок, положи меня в сани, закидай дровами, да увяжи веревкой. А вось подумает, что колода лежит. Мужик положил его в сани, увязал веревкой и давай обухом гвоздить его в голову, пока медведь совсем окочурился. Прибежала лиса и говорит, где медведь? А вот, околел. Ну что ж, мужичок, теперь нужно меня угостить. Изволь, лисонька, поедем ко мне, я тебя угощу. Мужик едет, а лиса вперед бежит. Стал мужик подъезжать к дому, свистнул своим собакам и притравил лисицу. Лиса пустилась к лесу и юрк в нору, спряталась в норе и спрашивает. Ох вы, мои глазоньки, что вы смотрели, когда я бежала? Ох, лисонька, мы смотрели, чтоб ты не споткнулась. А вы ушки что делали? А мы все слушали, далеко ли псы гонят. А ты, хвост, что делал? Я-то, сказал хвост, все мотался под ногами, чтоб ты запуталась да упала, да к собакам в зубы попала. А, каналья, так пусть же тебя собаки едят. И высунув из норы свой хвост, лиса закричала. Ешьте собаки, лисий хвост. Собаки за хвост потащили и лисицу закамшили. Так часто бывает, от хвоста и голова пропадает. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец.